добрый день дорогие друзья с вами капля мы продолжаем говорить о наставничестве я хочу прочитать знаменитый отрывок из евангелия от матфея который я думаю каждый из нас знает наизусть это 28 глава евангелия от матфея последние стихи начнем с 18 стиха приблизившись иисус сказала дана мне всякая власть на небе и на земле и так идите научите все народы крестя их во имя отца сына и святого духа уча их соблюдать все что я повелел вам и сея с вами во все дни до скончания века аминь обратите пожалуйста внимание на то что в этом отрывке иисус очень четко дает повеление своим ученикам делать учеников не просто быть людьми которые идут и рассказывают первому встречному или абсолютно всем кто встречается в их жизни то евангелие которым было верено он говорит о том что идите и научите в оригинале написано идите и делайте их моими учениками повеление иисуса достаточно четко хотя если мы говорим о великом поручении современная церковь практически все повеления из этого отрывка совершенно четко игнорирует но сегодня хотел бы сконцентрироваться на том что иисус повелел нам делать учеников он не сказал нам создавать огромные собрания создавать некие структуры движения миссии делать какие-то другие очень важные на наш взгляд вещи он повелел нам делать учеников таким образом наставничество является не просто отправной точкой церкви но ее фундаментом ее основанием иисус ожидает что каждый из нас будет учеником и он также ожидает что мы пойдем и будем также наставниками для новых людей которых мы же и приведем к его ногам чтобы мы научили этих людей следовать за ним научили их посвящению научили их молитве научили их полагаться на слово все очень просто иисус ожидает что мы найдем человека в этом мире расскажем ему евангелие научим его как ходить с иисусом и мы будем опекать этого человека молиться за него постоянно в этом суть наставничество которое нам предлагает все этого Agree 11 Ung